Ты будешь ко мне? Иди на пляже Всем здравствуйте! Меня зовут Олег Новиков и сегодняшняя история про кошечку по имени Мару Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте Эта история началась с того, что как-то раз на дороге я увидел маленького котенка В тот день я проезжал небольшой городок Я ехал по центральной улице, на которой всегда очень шумно и всегда много машин В какой-то момент из домов на дорогу выезжает грузовик, который приостанавливает все движение Грузовик выехал из двора, развернулся и продолжил движение дальше вверх по улице Я ехал за ним через одну машину в том же направлении С левой стороны дороги стояли два мусорных контейнера Я увидел, как под них залез маленький грязный котенок Даже с этого расстояния мне было видно, что малыш очень болен Котенок шел медленно и его шатало со стороны в сторону Я решил забрать его оттуда В общем, я разворачиваюсь Мусорные контейнеры стояли на въезде на небольшую стоянку около маленькой аптеки Когда я вернулся, котенка под контейнерами не было Я оставил машину на стоянке, взял с собой перчатки и пошел его искать Я прошел между домами во внутренний двор С правой стороны, около забора, рядом с каким-то строительным мусором На маленькой грязной картонке лежал больной котенок Когда малыш меня увидел, он стал жалобно мяукать Я взял его на руки и понес в машину Мне хотелось как можно скорее уехать с этого места Идем солнце Идем Дойдем Пойдем Все будет хорошо Не переживай, все будет хорошо Все хорошо Ты даже урчишь, солнце мое Да-да-да Сиди как засидишь Сейчас увидим, где помню здесь, хорошо? Покосите вместе Давайте возьмем еще Ставь секунду Покосите Все нормально Все хорошо, Мол, все Все, все, все Все хорошо, все хорошо Сейчас Сейчас и выйду сюда, тебе там покушать Все будет хорошо, не переживай Все, не переживай, все, ты уже у меня, все хорошо будет. Нет, что думать, это не мою кучу. Все, закончились твоими чеками. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Подкроемся, подлечимся, лекарства попьешь, и все будет хорошо. Еще не причинаю. Сейчас. Сейчас остановимся вот так, и я тебе дам покушать. Я остановился на обочине и дал ей немного еды. Она была очень худая, сейчас ей нужно давать жидкую еду маленькими порциями. У меня в машине всегда есть сухая еда и упаковка пакетиков с мягкой едой. В каждом таком пакетике 14 грамм жидкого паштета. Для таких случаев это очень удобно. Ты точно знаешь, сколько грамм съел котенок. Очень важно не перекармливать голодного малыша. Ей было очень сложно кушать, она задыхалась. Я тебе выдам. Я тебе выдам. Я тебе выдам. Кроме того, что она была очень худая, у нее были белые десна. И это очень плохо. Причины могут быть разные. Белые десна говорят о том, что в крови недостаточно красных телец. Снижение кислорода в крови очень опасно для котенка в таком истощенном состоянии. Мы обязательно отвезем котенка к доктору сегодня. Она обязательно поправится. Я позвонил Вике и попросил, чтобы она связалась с клиникой. Нам нужно было обязательно попасть сегодня на прием к доктору. Посмотрите, хоть девочек, мальчик тут такой. Такой или такая. Посмотрите, хоть девочка. Девочка. Весь в колосках таких. Отчистить от них будет очень сложно. Так. Так я сделаю. Так я сделаю. И сюда тебе положу. Ложенки ты будешь здесь не жить. Вот это. Вот это. Не, не уходи. Что, не подходит тебе там? Хочешь ко мне? Хочешь на ручки? Туда вот здесь. Потому что я так не могу ехать. Давай. Это была кошечка. И она была в очень плохом состоянии. Худая, с раздутым животом и тяжело дышала. Она хрипела при каждом вздохе. Было видно, что ей очень плохо. Но при всем при этом она пыталась урчать и ласкаться. У нее в шерсти в нескольких местах был запутан колосок-щетинник. Его еще называют щетинник-цеткий. Это такой сорняк, который если цепляется на одежду, то снять его очень сложно. Но если он попадает в шерсть животного, то выпутать его оттуда практически невозможно. Котенок был весь в мелких ранах, порезах или царапинах. Тогда мне было очень сложно разглядеть из-за путаной шерсти. Эти мелкие порезы были разные подавности. Некоторые почти зажили, а некоторые совсем свежие. Вспоминаю те события, я думаю, какое все-таки стечение обстоятельств. Грузовик выехал на дорогу и притормозил всех всего на несколько секунд. Всего несколько секунд. Этого было достаточно, чтобы изменить череду событий в тот день. Изменить к лучшему. Быть может, если бы не этот грузовик, я бы и не заметил маленького больного котенка на тротуаре. Но мне очередной раз повезло. И я нашел чье-то будущее счастье. Теперь все будет хорошо. Мы ехали домой. Ехать нам нужно было почти два часа. Всю дорогу она сидела у меня на руках и очень жалобно мяукала. Я видел, что ей иногда становится хуже. Она замолкала и пыталась уснуть. Иногда начинала дрожать, как будто ей очень холодно. Потом приходила в себя и начинала двигаться и мяукать. В данный момент все, что я мог сделать, это держать ее в тепле. Чтобы она как можно меньше расходовала сил и энергии. Держать в тепле и рассказывать ей, что все будет хорошо и что она обязательно поправится. Прошел час с того момента, как я покормил ее первый раз. Я остановился на обочине и дал ей еще немного еды. Не было абсолютно никаких улучшений. Но я был очень рад, что она хотя бы кушает. До моего дома было еще 40 минут пути. Потом еще столько же добираться в клинику. Сейчас пойдем к доктору. Доктор тебя посмотрит. Доктор тебя посмотрит. Пытает, что делать, как тебе лечить. Все хорошо. Ехать нам еще минут 40 и я так устал. Просто нет сил уже. Поздно лег очень вчера и очень уставший. Но все будет хорошо. Идем кушу. Мы приехали к доктору. Доктор осмотрел котенка. Очень сильное истощение. Температура немного выше нормы. Сопли и тяжелое дыхание. В ротовой полости повреждений не было. Мы не стали делать анализ крови в данный момент. Я побоялся в таком состоянии забирать у нее даже маленькую порцию крови. Пусть ее состояние нормализуется. И тогда можно будет сделать проверку. Нам нужно было понять, что она находится под запутанной шерстью. Животные обычно зализывают раны. Поэтому нужно убрать шерсть в некоторых участках, чтобы увидеть, что находится под ней. Убрать шерсть можно было только, если выстригать ее машинкой. Когда мы стали снимать шерсть в тех местах, где прицепился сорняк, в двух местах мы обнаружили два длинных пореза. На котенке было очень много ранок в разных местах. Такое впечатление, что она пыталась выпутаться из колючей проволоки. Или кто-то пытался срезать с нее этот сорняк очень острым ножом. Два пореза были такие большие, что доктор в какой-то момент говорит мне, Олег, нужно зашивать это место. Слишком большие порезы. Но она была такая худая, что нам даже не за что было прихватить. Обезвоженный котенок с очень тонкой шкуркой. Если бы порез был немного глубже, все было бы совсем плохо. Можно было попробовать склеить эти места специальным клеем. Такой метод подходит только для небольших ровных порезов. Но если порез слишком длинный, его нужно зашивать. Но в нашем случае зашивать это был вообще не вариант. Там просто не за что было ухватиться. Мы завернули котенка в одеяло, положили на один бок. Я старался держать ее максимально неподвижно. Доктор аккуратно проклеил два самых больших пореза. Поставили капельницу с раствором и витаминами. Одели кислородную маску. Состояние котенка было очень нестабильное. Малышка то пыталась сопротивляться, то расслаблялась и была как тряпочка. Просто лежала и тяжело дышала в кислородную маску. В такие моменты всегда очень тяжело. Но мы делали все возможное. И я знал, что все будет хорошо. Она обязательно поправится. Тем более я же ей пообещал. Ведь это же чье-то будущее счастье. Она принесет радость и удачу в чей-то дом. По-другому не может быть. Все будет хорошо. Все будет хорошо. После капельницы и кислорода котенку стало немного лучше. Мы сделали все, что нужно, чтобы улучшить ее состояние. Сейчас нам нужно давать ей лекарства, кормить каждые два часа мелкими порциями и следить за склейками на порезах. Мы забрали котенка и поехали домой. Дома мы обтерли ее влажными салфетками. Постарались выбрать с нее всех паразитов. В ближайшее время у нас нет возможности ее искупать. Нужно подождать хотя бы несколько дней, чтобы ее состояние стабилизировалось. Чтобы она хоть немного набрала вес и зажили склейки на порезах. Но ничего страшного. Походит пока чумазая. А грязь мы потом отмоем. И она будет супер красавица. И я в этом абсолютно уверен. Мы назвали кошечку Мару. Так закончился очень долгий и очень трудный день. Кошечка Мару поела и уснула в мягком одеяле. Я думаю это первый раз в ее жизни, когда она спала в теплом месте и была не голодная. Но теперь все будет хорошо. На следующий день ее состояние не улучшилось. Но и не стало хуже. Что в нашей ситуации тоже очень неплохой результат. Котенку не становится хуже, значит мы вытащили ее из критического состояния. Я проверил склейки на порезах. Все было очень красиво. Склейки не разошлись и начинают затягиваться. Это не могло не радовать. Накормили малышку и дали лекарство. Еду давали из шприца, выдавливая мелкими порциями. Первый день нужно кормить каждые 2 часа. Сейчас очень важно следить за ее общим состоянием. Еда и теплое место это то, что сейчас нужно котенку. Голодный ребенок. Ты в туалет сходила, не сходила. Сейчас будем тебя кормить. Что такое, что такое, что такое, что такое, что, что, что случилось. Все хорошо. Состояние становится лучше. Малышка начинает просить больше еды. Мы пробовали давать еду из бутылочки с мягкой насадкой. Но со шприца она кушает лучше. Так что продолжаем кормить ей шприца, только чтобы она кушала. Каждый прием пищи это была маленькая победа. Я радовался, что она сама кушает и что он не нужно ее заставлять. После основной порции еды я давал ей еще немного жидкости. Кошечке Мару становилось лучше. Я был этому очень рад. Продолжаем давать ей лекарства, следить за едой и держать ее в тепле. Ты моя умница. Ты моя умница. Ты же такое хорошо кушаешь. Ты же хорошо. Такая ситуация, когда она начинает есть уже больше, а ей еще не так сильно много. Добавили еще один шприц в эту самую еду. Так, сегодня все не горячее. Заставь секунду. Все. То есть кандалистка. Все. Вот оно. Здравствуйте. Как ваши дела? Мне кажется, что хорошо. Да? Все. МК твои склеенные. Скажи. Стой. Все. Все. Давай за нас ворота. Прошло три дня. Состояние стабильное. Наконец-то сегодня ее можно искупать. И она будет чистая. Купали очень аккуратно. Она не сопротивлялась. Дала себе покупать. Была очень послушная. А какая будет красавица. Я думал, вы с одного раза ее сильно не пометли. Ну, что страшно. Это где-то чуть-чуть, чтобы лопать. Теперь она чистая, и мы знаем, какой у нее окрас. Я же сказал, что она будет красавицей. Состриженные участки – это места, на которых был сорняк. Откуда на ней столько порезов, мы можем только догадываться. Что с ней было раньше, мы никогда не узнаем. Хотя на самом деле сейчас это абсолютно не важно. Самое главное, что она кушает и идет на поправку. После купания мы высушили котенка и повытаскивали всех паразитов. Ой, ты красавица. Будет пушистиком. Каблезло, если я сейчас приняшу. Ну, ничего страшного. Склейки заросли. Да, все хорошо. Я думаю, что блохи скопились у нас в штанах. В штанах? Угу. Теперь она чистая. Было видно, что она будет пушистая. Очень красивый котенок с очень необычными глазами. Она тоже потихонечку сама начинает есть. Дал ей три шприца еды. Вот такие шприцы. Вот такие выдавляю. Вот она так с них ест. Хочешь, еще раз отсюда? Может так? Хочу, чтобы она ела сама. Так удобнее? Давай так. Жидкость уже оставшаяся. О, давай-давай сама. Умница. Хочется, чтобы она уже сама начала кушать. Ой, мой ребенок. Разбавил тепленькой водичкой. Суплю у нас даем в антибиотики. Но уже лучше намного, конечно. И мой девочка. Все? Кошечка Мару уже кушает самостоятельно из миски. Лекарство помогает. Все будет хорошо. Ну, хорошо. Иди ко мне. Тыешь? Иди ко мне. Иди. Малявка лазила по мне и в какой-то момент уснула. Я накрыл ее одеялом. И сам тоже уснул. Она приспала меня своими уручаниями. Проснулся часа через два. От того, что кто-то по мне ходит и мяукает. Ну, типа, вставай человек, корми меня, я есть хочу. Ну, в общем, вот такая вот она, кошечка Мару. То, что малявка уже начинает очиститься, сама вымываться, это очень хороший знак. Это означает, что ей становится лучше. И так неуклюже. И мой кусотка. И мой красавица. Завтра мы увезем ее к доктору на проверку. Хочу, чтобы доктор посмотрел ее еще раз. Как у нас продвигаются дела. Она набрала сколько? 60 грамм. О, давай еще. Еще. Очень-очень хочется, чтобы она уже сама начала кушать. Повырезали мы с нее все эти самые бедный ребенок. Ну, все будет хорошо. Мы сейчас завезем Мару к доктору. Это у нас уже четвертый день. Надо сделать еще проверку. Ей лучше становится. Она начинает потихонечку отъедаться. Единственное, что надо посмотреть ее рот. У нее белый рот. Ну, лучше, чем он был, конечно. На всяком случае, не такой бледный, как был раньше. Но все равно надо проверить. Все. И отъедается потихонечку. Худая, правда, еще пока. Но все будет хорошо. Привет. Ну, все так вот. Сейчас заодно. Все, закрывай все. Привет. Да, это все свои. Вылайся. Удалось снять все? Да, я все поснимаю, что осталось. Подожди, маленько. Подожди. Я хочу эти ранки посмотреть. Нет, все в порядке. То, что заклеивали, все нормально. Затянулось, да? Да, да. Сразу, через пару дней. Я подожду, а то посмотри. Отлично. Ну-ка, давай. Было 500. 100 грамм. Ого! 100 грамм набрала. Когда еще? Слушай, вчера еще было 60. 560, а сейчас уже 640 грамм. Хорошо, девушка, кушаете. Рассказывайте, как отставить дела со стулом, с питьем. Есть хорошо, пьет хорошо. Посмотри, Рот Роберт, пожалуйста. Мы все даем ей шприцам. Из-за того, что у нее сопли, она когда не может есть, она пускает нос, у нее начинает вытекать сразу. Держи, держи. Нет, держи. Подожди, малыш. Олег, держи его. Я думаю, я держи. Все, все, все. У нее белые очень десны. С ротовой полностью все нормально. Мы зря переживали. Все идет как нужно. Что касается выделения из носа, доктор поменял нам лекарство на более сильное. Сейчас, когда она немного набрала вес, ей можно дать более сильный антибиотик. Мару за несколько дней хорошо набрала в весе. И это не могло не радовать. Мару за несколько дней. Ручит. Хорошко. Где-то сбоку, да, было то, что самое? С этого, склейка. Самая большая. Все равно с этим самым. Вот здесь ты. Поглоти, вот здесь дай, посмотрю. Вот здесь склейка сбоку. Не, нехорошо уже. Все хорошо, это ниже было, вот на пузе. Да, я вижу, вижу вот это. Мне кажется, что от нового лекарства Мару становится лучше. А может просто потому, что проходит время, и она становится крепче и толще. Она хорошо покушала и весело игралась. Она все меньше задыхается, приступы становятся все реже. Но самое главное, что настроение у нее хорошее. Она весело играется. Такая маленькая, ушатая охотница. Слушай, ну тело появляется уже. Ну да, 100 грамм на еле. Тело, тело. Сними, 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 сними. Первые дни я приезжал с работы домой, чтобы покормить Мару. Мы постепенно увеличивали порцию еды и увеличивали время между приемами пищи. Сейчас мы кормим ее каждые 4 часа. Сегодня у нас какой день? Шестой день. Это шестой день. Второй день антибиотиков. Она уже меньше сопит. И вот уже ест миски. Я дал ей шприц, чтобы быть уверенным точно, что она поест ее минимальную нору. Сейчас ей можно дать больше. Вот, да, аппетит у нее хороший. Она пиктевка. В ранах все. Ну какие мы. Ну, ничего страшного. Все будет хорошо. Почистай, почистай, почистай. Чего разношал? Я не вижу ничего из-за тебя. Стоит вот так. Припознимай чуть-чуть. Ну, если опускает голову, то он начинает, из-за насморка начинает чуть-чуть за это самое. Ну, как бы захлебываться. Вот так я поднимаю, а у нас сверху есть. Я же не взяла вот вода на твою. Мы даем ей, как бы, порцию обязательно сначала. Вот в этом шприце это две ложки. Это то, что она должна съесть. Ну, кормим, кажется, четыре часа, по чуть-чуть. И докормлю. У нее вот такое пузо уже стало. И жидкость потом. Я вот так мешаю еще ложку с едой и даю жидко. До тех пор, пока не наестся. Чтобы она больше жидко выпила тоже. Потому что сама она воду не пьет пока еще. Вот. Порезы за... Прошли уже. Все уже склеились, заросли. Такая она, конечно, облезла и все. Ну, не страшно. Очень хорошо, что у нее хороший аппетит. Это просто не может не радовать. Это очень хорошо. И насморк ее проходит потихонечку. Мы даем антибиотик. Сегодня это... Какой? Седьмой день. Неделя она у нас. Но состояние ее... Не хочу говорить. Хочу сглазить. Но состояние ее улучшается. Она молодец. Ну, еще подцепливает, но не страшно. О, внизу, внизу еще дай-дай. И нельзя перекармливать, потому что... Лучше чаще и поменьше. Ну, мелкими порциями и почаще. Все. В следующий раз. Через 4 часа. Я сейчас оставлю ее еще в видеодомике чуть еды. На всякий случай. И... Пойду дальше работать. Потом приеду через 4 часа. Запокорим ее еще раз. Все. Так. Девушка, давай спать. Хорошо? Все. Ты поела? Ты не голодная? Какой спадки? Все. Я поехал. Мне надо работать. Ну, чего ты? Писто. Не понятно. Ну, да. Кукона пугал, да? Кукона пугал, дурачок. Ну, че шеком, лицом? Прошло 10 дней с того момента, как я увидел Мару на улице под мусорником. Она набрала вес и уже спокойно передвигалась по комнате. Шерсть начинала отрастать. И даже в тех местах, которые выстригали, появился подшерсток. Она будет пушистиком. Это было видно. Она, как и все мои найденыши, очень полюбила мой стол. Что они все там нашли? Только отвлекают меня от работы. Наверное, на моих руках безопаснее изучать все вокруг. Мару очень добрая кошечка. У нее очень хороший характер. Прошло 17 дней, и мы едем на очередную проверку к доктору. Малышка стала обрастать шерстью. Но мы заметили, что на лапке и на голове есть небольшие пятнышки, на которых почти не росла шерсть. Доктор проверил, это оказался грибок. Ничего страшного, все можно вылечить. Привет! Ты уже такой красивый. Это грибок. Да, да, вижу. Ого, ого, ого. Я намазала антигрибковым кремом. Чем вы пользовались? Давайте. Ну, это грибок, конечно. Сейчас посмотрим под лампы. Давай, давай. Олег. Вдем? 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 Да, это грибок. Лекарства против грибка очень токсичные. Для маленького котенка это не самый лучший вариант. Тем более, что она только что начала приходить в себя. То, что нам нужно будет делать в следующие несколько недель, это купать ее два раза в неделю специальным шампунем и мазать пятнышки лечебной мазью. Что касается ее дыхания, Мару больше не задыхалась, как раньше. Но все еще есть небольшие выделения из носа. Нужно продолжать давать ей лекарства до конца курса. Давай выздоравливай уже, что ты развела тут пляшивость. А, девушка, ты уже домашняя кошка, все. Вот такая грибокка смешивая. Я как это, старым древним способом выйду, в пыли поваляюсь, с меня все отвалится. Как слава и делаю, знаешь? Это Мару. Вот она. Мы везем ее к доктору. Она уже обросла, а так уже обрастает. Он уже не залысен. Но у нее есть сопли. Она все еще сопливит. Мы делаем лекарства, но оно помогло до определенного момента и перестало помогать. Везем ее к доктору еще раз. Мы закончили курс антибиотиков, выделения прекратились. Но прошло две недели, и у Мару опять полилось из носа. Это было не из-за простуды или болезни. На самом деле это было очень странно. Выделения стали другие по составу и только с одной стороны. Я стал думать, что может быть у нее в одной стороне что-то есть? Может там застрял какое-то инородное тело? Ведь Мару была вся в колосках. Хотя если бы это было инородное тело, котенок бы пытался его вытащить. Но с ее стороны я не видел, чтобы ей что-то мешало. Нужно было это проверить. Мы позвонили в большую клинику и договорились приехать. У них есть разное оборудование для проверки, если вдруг понадобится. Сопливым носом своим, да, меня давай. Все, идем в домик. Идем в домик. Домик, 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 домик. Опа. Так. Все. Нет, 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 не влазь. Все, сиди тут. Сиди, отдыхай. Доктор проверил котенка и сказал, что сначала нужно сделать небольшую процедуру. Нужно вымыть изнутри все, что там накопилось. А потом уже решать, что делать дальше. Я спросил у доктора, может это инородное тело? Доктор сказал, что скорее всего нет. Но пока мы не очистим все, что там накопилось, сложно что-либо сказать. Вся процедура проходит под небольшим наркозом. Договорились о том, что через три дня привезем котенка на процедуру. Сегодня везем Мру к доктору на небольшую процедуру. Надо промыть ее нос, почистить ее нос. Это делается с небольшим таким усыплением, потому что, чтобы все прочистить, и заодно посмотрят, врач посмотрит, все ли там нормально, между носа глоткой, потому что у нее не проходит насморк. Ну, выделение даже не насморк, с одной сопелки. Ну, в общем, все будет хорошо. Едем. Вон она, красавица. Не она. Вот она. Укус. Боится. Все будет хорошо. Едем. Приехали в больницу. Доктор взял на проверку то, что у нее вытекает из носа. Нам нужно было подождать результата. Мру, с одной стороны, было очень страшно, потому что новое место и какие-то люди вокруг. А с другой стороны, ей было очень интересно. Она очень любопытная кошечка. Через какое-то время пришел доктор со своей помощницей. Сделал присыпляющий укол и забрал мою сокровище на процедуру. Минут через 20 вышла помощница и попросила нас зайти. Котенок лежал на столе в полной отключке. Изо рта торчала трубка. Я испугался. Я подумал, что что-то случилось. Доктор, наверное, увидел мое лицо и сразу сказал, Олег, все хорошо, не переживай. Я просто хочу кое-что объяснить и показать. То, что нам рассказал доктор, что это не народное тело. У Мару есть небольшое искривление, поэтому одна часть почти закрыта. Доктор наглядно показал, просунул тонкую трубочку и было видно, как она упирается. Там есть небольшое отверстие, но этого недостаточно, поэтому и собирается жидкость. Они вычистили огромное количество сгустков. Теперь ей будет намного легче дышать. Сказал, что в данный момент ничего не нужно делать. Будем продолжать следить за ней. Что эта проблема должна пройти с возрастом. Во всяком случае, пока она не подрастет, все равно делать ничего нельзя. Я спросил доктора, почему это происходит. Он сказал, что это или врожденная, или травма в детстве. Я помню, в каком она была состоянии, вся порезанная. Я почему-то думаю, что это не врожденная. Но да ладно, не будем о плохом. Все уже давно в прошлом. Все будет хорошо. После процедуры Мару стало намного лучше. Она не задыхалась, выделения почти прекратились. Я был рад и очень надеялся, что с возрастом эта проблема полностью исчезнет. Кошечка Мару обросла шерстью и набирала вес. Теперь можно было начинать искать ей новый дом. Мы сделали несколько красивых фото, составили объявление о пристройстве и опубликовали его в интернете. Обычно мы ищем дом через местные группы в социальных сетях. В общем, мы начинаем искать для Мару новый дом из своего человека. Но ее небольшая проблема делает ее особенной кошечкой. Но, как известно, особенных малышей намного сложнее пристроить в новый дом. Потому что они особенные. Я верю, что у каждого котенка, даже очень особенного, может быть свой человек. Он обязательно есть, нужно только его найти. Иногда это очень сложно. Вообще пристраивать бездомных животных очень сложно. Но самое главное верить и не опускать руки. И все обязательно получится. Сегодня мы везем Марушу в новый дом. И по традиции. Напутствие. Иди-ка мне красавица. Иди-ди-ди. Не хочу ходить. А напутствие? Без напутствие нельзя. Пошли. Вот она красавица. Значит, по традиции. Что такое? Что, моя маленькая? О, сколько всего интересного там. Скажи, что... Голубь-голубь меня. Так вот делает. Так. Значит так. Слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться... Маму обязательно. Обязательно слушаться. Да? Такое оно на ощуприятное. Это все. У Маруша. Вот она. Какая была. Какая стала. Все. Красавица. Что там скажи? Все, поехали. Поехали к маме. Опа. Все. Ларюсь. Отдыхай. Мы нашли самого лучшего человека для нее. Теперь за Мару можно не переживать. Она в очень надежных руках. У нее теперь даже есть свой ушатый друг. Кот, которого зовут Санта. Которая Мару понравилась с первого дня. Первый день он, конечно, был от нее в шоке. От принцессы, которая ничего не боялась. И рассказывала по дому, как будто она там живет уже лет 20. Какая деловая оказалась девочка у нас. Вот она уже пошла расследовать. Санта в некотором шоке. Так. Ну. Давай, иди. О! Сантин домик. Какая деловая. Мару даже залазила на любимую полку кота Санты. В общем, ему теперь будет весело. Сантина неприкосновенная царапалка, к которой никто не смеет вообще подходить. Ну, по всей видимости, Санта придется делиться. Да? Оп. Зашугает мне кота. Ой, ты моя девочка. Хозяйка дома художник. У нее очень красивые работы. В доме есть большая мастерская, в которой у нее теперь есть помощница. Помощница, которая следит за цветами и порядком. Ну, и что с тобой делать? Как мне тебя сейчас вынимать отсюда? Ты чудо в перьях. А еще у кошечки Мару оказались редкие способности к живописи. Она даже иногда показывает мастеру, как ей нужно работать. Семья очень хорошая, очень теплое и дружное семейство. Очень приятно получать от них фото и видео про Мару и знать, что у них все хорошо. Хочу очередной раз сказать огромное спасибо за заботу об этом маленьком сердечке. Я уверен, что этот маленький пушистый комочек принесет только счастье и удачу в ваш дом. Спасибо вам огромное. Вот так закончилась эта счастливая история о кошечке по имени Мару. Теперь за нее можно не переживать. Но прежде чем закончить эту историю, давайте вернемся в самый первый день. В тот день, когда все началось. Когда я принес Мару и положил ее в машину, я решил вернуться и проверить это место еще раз. Может быть, она была там не одна. Я зашел во двор, осмотрел каждый угол, больше никого не было. Когда я возвращался назад к машине, я встретил человека. Наверное, он видел, как я забирал котенка. И он с очень знающим видом говорит мне, зря ты его поднял. Он больной и все равно умрет. Я тогда ему ничего не ответил. Я сделал то, что я делаю обычно в таких случаях. Я просто прохожу мимо. Потому что абсолютно нет никакого смысла разговаривать с пустыми людьми. Нет ничего внутри, нет души. Абсолютно пустой человек. Котенок был в очень плохом состоянии. И шансов, что она выживет, было немного. Но я хотя бы постараюсь сделать хоть что-то. Вместо того, чтобы просто пройти мимо. Мне в тот день повезло, что я заметил ее на дороге. Все события происходили в ноябре месяце. В тех местах ночи очень холодно. Я не думаю, что она смогла бы пережить еще одну ночь на этой грязной картонке. Давайте не будем забывать о том, что предназначение сильного – это помогать слабым. Помогать тем, кто в тебе нуждается. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Дорогите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok